Добрый вечер! Здравствуйте! В эфире программа «Попутчик. Гость студии». Меня зовут Владимир Гаврилов. И в гостях у нас молодой обаятельный человек Иржечка Томаш, который, я надеюсь, в ближайшем будущем станет нашим частым гостем. Спасибо за то, что пришли к нам. Как правильно сформулировать вашу должность? Вы глава представительства, да? Да. Компания называется «Авиа Ашо Клейланд». Моторс. Моторс, да. Вот давайте сразу, для телезрителей, это та самая авиа, которая была очень популярна в России, в Советском Союзе во времена, ну, собственно, во всей социалистической Европе, во времена, те, которые сейчас называются застоем, да? Та компания, которая приходит сейчас на российский рынок, является продолжателем, продолжателем эту историю. Вот. Я об этом говорю. Так что у вас есть замечательная возможность позвонить, сказать спасибо за те машины, поинтересоваться, какое будущее сейчас у этой компании у нас в России. И, кстати говоря, вы помните, что те люди, которые задают самые интересные вопросы, в результате опроса в конце недели получают вот такие вот замечательные бинарные часы. Наш телефон вам известен, точно так же, как и СМС, так что давайте, звоните, будем общаться вместе. Начнем с истории. Тот редкий случай. Сейчас мы уже привыкли к тому, что китайцы, представители Индии, индийские компании покупают серьезные автомобильные бренды. Но ведь самое начало, самый корень компании «Авиа», вернее «Авиа», как правильно, «Авиа» или «Авиа»? «Авиа». «Авиа». Ударение на первый слог. «Авиа». «Авиа», ну, просто так. А корни лежат в Индии. Вот давайте, расскажите, пожалуйста, об истории компании. Корни компании «Авиа» не лежат в Индии, они лежат в Чехословацкой республике, тогда еще это было, потому что наша компания была создана в 1919 году. Сначала она занималась производством самолетов. А только после Второй мировой войны в 50-х годах начались какие-то первые модели грузовиков производиться. А потом серьезное производство грузовиков началось с тех, которые известны в России сегодня. Это такие синие, белые «Авиа», старые. Вот это производство только началось в 1967 году по лицензии «Авиа». Но ведь до этого же, там же какая история, все-таки из Индии тоже есть корни какие-то определенные, да? Ну, из Индии сегодня наш владеец нашей компании, он, эта компания «Ашук Лейланд». Так она в 50-х годах приступила к выпуску грузовиков компании «Ашук Лейланд», да, фирмы «Ашук Моторс Лимитед», и пролетила крупнейший азиатский филиал «Ашук Лейланд». Это же англичане построили завод фактически, да? Там было сотрудничество с английской компанией «Лейланд», они там делали производство этих грузовиков «Лейланд». Конечно, это вначале были другие, не так современные модели, но потом постепенно производство и технология поразвивалась сегодня. Компания «Ашук Лейланд» является второй на индийском рынке. Но ведь был период, когда ее перекупили, правильно? Сегодня компания «Ашук Лейланд», там владельцем является компания «Хиндуджа Групп». Они, это инвестиционная группа, которые, это финансовники, которые сидят в Лондоне. Но одно время и века владела, по-моему, да? Было там, я не так точно знаю, но была довольно такая большая доля и века в компании «Ашук Лейланд». Но, по-моему, это не было через 50%, не более 50%. Не больше 50%, не контрольный пакет акций. Да, да, да. Сегодня «Хиндуджа Групп», она владеет 53% этой компании. Вот это что за автомобиль? Ну, вот это «Ашук Лейланд», который они производят для военных, для своей армии. Они только для своей армии? То есть, этот автомобиль больше нигде купить невозможно, да? То есть, обычные страны, которые… Сегодня они производят грузовики, потому что сегодня имеются грузовики с двигателем, который Евро-3. Подготавливают сейчас модели, которые будут с двигателем Евро-4. А вот они так действуют на рынках Азии и Африки. И за тем, чтобы имели вступ в Европу, они покупали, или наши владельцы покупали компанию «Авиа». Это случилось в октябре 2006 году. Давайте тогда повнимательнее рассмотрим период Чехословацкий. Да, вот давайте сейчас еще раз повторим. Потому что, я, честно говоря, запутался. Столько было владельцев. Еще и ДЭО какое-то время же принимало участие, да? ДЭО тоже было с 1995 года в Ави. И только ушло в 2005 году. То есть, фактически, ее, правильно ли я понимаю, что ее покупали, потом продавали, продавали? Ну, дайте мне так рассказать. Вот это было государственное предприятиество. Потом... В каком году? Ну, до 1989 года. То есть, когда еще была Чехословацкая? Чехословацкая социалистическая республика. Да, потом, после революции, как говорим, эта компания пошла в купонную приватизацию. У нас это называлось ваучерами, да? Ваучер, ваучер, извиняюсь. Нет, это хорошее, смешное было время. Да, а вот в это время менеджмент компании, он хотел найти какого-то серьезного партнера, стратегического, чтобы они вместе, как Шкода, например, с Волцвагном они пошли. Вот переговоры начались с компанией Мерседес сначала, но там не получилось завершить или заключить договор. А с чем связано? Потому что после двух лет анализов, которые Мерседес там сделал, они в конце решили так, что у них достаточно есть предприятий, что вообще увеличивать свое производство им не надо. И потом быстренько так менеджмент начал других партнеров искать. А получилось, что сначала в консорциум пришло Дэйву Штер. А постепенно Штер решил из этого партнерства уйти и осталось только Дэйву. А все-таки до сегодняшних пор то, что компания Дэйву тогда еще там сделала Фави, ну, они довольно таким способом много инвестиций сделали для производства или в производство. И вот тот модел, который сегодня называем авиалинией Дэйву, вот это почти тот же самый модел, который мы продаем на всех рынках. Линия Дэйву это обозначает, что... Как Дэйву. То есть это не класс автомобиля по грузоподъемности? Нет, нет, это... Чтобы понимали, что это Дэйву. В внутреннем, скажем, есть линия А, вот этот старый, который тоже там была, картинка этого синего, называется линия А, а вот этот называется грузовик линии Дэйву. Так, понятно. Дальше как события развивались? Ну, потом, конечно, там был банкрот Дэйву, произошел в 1998 году, и вся эта поддержка окончилась. А вот авиа смогла пережить по такому виду, что было много недвижимости, вот там, и ей продажи... То есть они продавали недвижимость, и таким образом они получили финансование для своего производства. Это какие годы были? Ну, это произошло с 2000 до 2005 года. А потом в 2005 году приходила инвестиционная группа в авиа, которая разделила авиа на три такие отделы или компании, как сказать. Первое, это было авиаэнергетика, второе было ТБУ. Что такое ТБУ? Тракт бизнес юнит. Грузовики. На английском, значит, это было, что эта компания занимается, ну, развитием и производством и продажей грузовиков марки «Авиа». А потом еще там была одна такая, такой отдел, который занимался производством некоторых частей. А вот эту часть, которая занималась... Частей и запчастей вы имеете в виду? Нет, 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 запчастей. Ну, там, сейчас немножко мне трудно на русском рассказать. Ну, давайте вместе попробуем. На каком? Вместе. Вместе. Ну, там, когда пресса делается этих металлных частей... Да, 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 кузнечные... Кузнечные, да, извиняюсь. То есть работа с металлом. Да, кузнечный цех и там оборудование каких-то частей. А вот эту часть, они под аренду дали компании другой. А компания «Ашу Клейланд», она пришла и покупала ту часть, которая занимается производством трагов, трагов. То есть получилось, что компания разделилась на три части, эта ушла туда, эту купили «Ашу Клейланд», энергетика занимается своим делом. Своим делом. А как она сейчас называется, эта часть авиа, которой энергетикой занимается? Они, вот это старое акционное общество, оно осталось, но там никакого производства сегодня нет. Они держат какую-то часть этой земли, на какой находился этот крупный-крупный завод авиа. А вот сегодня часть этой компании отделилась, и она продолжает производить и продавать грузовики. Ну давайте, естественно, будем говорить о грузовиках. Дальше уже владельцы не менялись. Потом, как я сказал, эта инвестиционная группа в 2005 году пришла, а она уже потом окончательно продала эту «Ашу Клейланд», вот эту часть. И сейчас капитал на сколько процентов принадлежит кому? Сейчас капитал на 100% принадлежит «Ашу Клейланд». Ну а как правильно называть, это компания чешская, индийская? Нет, это чейская компания, чейская компания, которая имеет иностранного инвестора. Вот как, все, я понял. Это сложный такой момент. Чьи деньги и где производятся? Хорошо. Расскажите, пожалуйста, что за технику вы производите? И, ну да, начнем с этого. Потом я задам вопрос, или даже нет, давайте так. Кризис, люди хватаются за голову, денег нет. И тут вы такие красивые, нарядные появляетесь и говорите, мы приходим в Россию, мы приходим в разные страны, мы будем вам производить, будем продавать вам грузовую технику. Грузовая техника не покупается во время кризиса, там до 70% упали продажи. Люди, то есть коммерческие перевозки, там фактически сошли к нулю. И грузовые, и коммерческие, особенно грузовые. Это что, был специальный ход маркетинговый? Ну так просто, по нашему мнению, мы все-таки все время в кризисе не будем проживать. Ну да, я очень надеюсь на это. Он когда-то окончится, а по нашему мнению, это самое удобное время сегодня прийти на какой-то рынок и начать развивать торговую на этом рынке. Искать своих партнеров, дилеров. Потому что когда рынок находится высоко, тогда в это время там надо подороже все это платить. Сегодня так поудобнее нам повезло. С этой точки зрения согласен. Но нужно иметь стартовый капитал. Откуда он у вас? Стартовый капитал он предоставлен из нашей матерской компании. У нас финансирование обеспечено. Потому что через этих владельцев, которые, если посмотрите, как здоровая группа, то индужа группа, какой здоровой группой они являются, эти инвесторы, то там сегодня, конечно, надо считать деньги сегодня тоже. Но по вопросу финансирования, то, что мы согласны, для этого они нам финансирование предоставляют. Это очень хорошо. Да. Это очень хорошо. И да, действительно, возможно, это правильный ход. Прийти тогда, когда все остальные буксуют. И вот вы такие влетаете на большой скорости и начинаете. У вас уже есть дилерская сеть? Я слышал, что на пресс-конференции, по-моему, было сказано, что до конца этого полугодия уже будет создана дилерская сеть. Да. Сейчас... Пресс-конференция была месяц назад примерно, даже побольше. Вот что-то изменилось? Сейчас вы чувствуете, что буксуете? Или нормально все идет? Ну, по-моему, все нормально, потому что я прилетел в Россию на одну неделю пораньше. Поэтому и мне удалось прилететь, потому что никому другому сегодня... Да-да-да. ...прилететь не удалось. Вот это опять же везение, смотрите, да? Да. Да. Значит, на прошлой неделе мы путешествовали немножко по России, а вот нам удалось первые четыре договора с первыми четырьми дилерами подписать. А потом еще у нас есть какие-то контакты, это пойдет вперед, будет, надеемся, поднимать, что подпишем дальше какие-то договоры. А вот у нас есть пресс-конференция на этой выставке, которая сейчас... Комтранс. Комтранс. Мы хотим представить этих наших первых дилеров, которые в России, они будут заниматься продажей наших грузовиков. Сегодня я не дошел до вашего стенда, просто на удивление большая выставка. Я вот, я действительно, я не ожидал, и более того, организаторы не ожидали. Некоторые компании, некоторые представительства, они даже не ожидали, что придет такое большое количество сотрудников, работников пресса. То есть пресс-буклетов, пресс-китов на всех бумаг, на всех не хватило. Они, вот, это что это? Это уже выход из кризиса, да? Или почему народ заинтересовался? Я думаю так, что все, вот, как выйти из кризиса, там невозможно только понижать расходы до всех пор. А надо чего же тоже делать. Ну да. Поэтому, ну, все остальные, они уже довольно-таки временно, они находятся в России. А вот, что мы делаем сегодня, что, так, хотим поискать новые рынки, в которых было бы, было бы возможно продавать наши грузовики. А как вы оцениваете российский рынок? А вот это вот, это, видимо, для индийской армии сделано, да? Да, это вот. Правый руль? На каком-то полигоне? Это, да, это их, у них есть такой большой полигон, где они делают эти тесты. Там работает около 600 людей в этом отделе. И, поэтому, они, там, 5000 грузовиков предоставляют для индийской армии каждый год, ежегодно. Да, понятно. Так что, со спросом там проблем нету? Нет, нет, со спросом нету. А у нас в России, как вы оцените рынок наш? Ну, так, рынок огромный, но имеется тоже довольно-таки огромные, крупные компании, которые домашние, которые компания производством грузовиков занимаются. А кто вот у вас, кто по классу может быть конкурентом вашим автомобилям? Давай сейчас поговорим о линейке автомобилей, которые вы делаете. Вот на выставке Комтранс, завтра я обязательно приду к вам на стенд, и я хочу узнать, что я там увижу. Ну, мы привезли сейчас три грузовики, вот, с шоссе, с кабиной, потому что намерение есть у нас такое, чтобы настройки мы использовали здесь из домашнего производства. А вот эти три... Какой, я не понял, еще раз. Настройки. Нет, 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 какой грузовик? Три грузовики. Так. А первый, это два грузовика 12 тонн общего веса, а вот этот один 10 тонн общего веса. А это, по-моему, такой сегмент, по-нашему такой сегмент, где мы хотим начать нашу продажу, потому что сегмент 7,5 общего веса, там уже довольно много игроков имеется. Ну, а кто, может быть, из наших производителей конкурентом у вас по тоннажу? Или, может быть, китайцы какие-нибудь? Ну, так, я не хочу никого удовлетворить, ну, убедить, но вот... Обидеть. Обидеть, извиняюсь. Мы говорим, что наши грузовики по качеству находятся где-то, вот, поравниваться хотим с этими европейскими компаниями из Германии, из Италии, из Франции. Конечно, тоже с качественным производством в России. КамАЗ производит в нашем сегменте грузовиков. Потом я видел, что газ, вот там он окачивает на грузовиках 7,5 общего веса. Сейчас я слышал, что они раздумывают, можно, чтобы производить более тяжелых грузовиков. А вот, значит, Зелбичок тоже в нашей категории находится. Это из домашнего производства. Ну, а потом, конечно, МАН производит таких же грузовиков. ИВЕКО, но я думаю, что ИВЕКО с этими, ИВЕКО, Еврокарго, они почти в России не продаются. Я думаю, что да. Да? Думаю, что да. А вот потом есть ДАВ со своей линией ЛФ, если я помню так хорошо. Ну, вот это наши конкуренты, которые имеются, АМАЗ, конечно, имеются там конкурентам. Это конкуренты, которые являются нашими конкурентами тоже в Чайской Республике. Угу. То есть конкуренция серьезная, и вы все равно не боитесь? Ну, так. А за счет чего у вас качество лучше, чем у конкурентов? То есть как вы, что вы делаете для того, чтобы качество было лучше? Ну, так у нас, конечно, есть эти сертификаты по качеству, которые у нас приняты. И мы тоже, как наши конкуренты, используем те же качественные компоненты. Вот наш грузовик использует двигатели, американские двигатели Каминс. Мы используем торможную систему от компании Вапком. Мосты сегодня, они используются, мосты компании Альбион. Сейчас, может быть, перейдем на мосты Меритор. А если все, а вот то, в чем мы отличаемся, это наша кабина, которая сегодня производится из металла, оцинковой металла с обоих сторон. А потом есть катафоризное оборудование этой кабины. Что это значит? Катафоризм она идет потом по катафоризному, ну, там, чтобы не ржавело. А, я понял, да-да-да. Ну, и потом краска. Вот сегодня по этому поводу мы сможем продавать грузовик без гарантии 3-х годов, без лимита пробега. А вот, что касается кабины, там будет гарантия 8-х годов. То есть на кабину отдельная гарантия, на автомобиль, соответственно? На весь автомобиль 3 года, а на кабину мы, потому что очень качественно производится, мы сможем предоставить такую кабину, которая с гарантией 8-х годов. Давайте подробнее поговорим об автомобилях, о каждой из линейок автомобилей, да? С ценами, с тем, что стояло раньше, как собираетесь улучшить, имеется в виду двигатели, какие коробки, потому что такие вот вещи очень интересуют потребителя. Угу. Хорошо. Давайте. Так, ну, сегодня мы можем производить грузовиков, которые начинаются с 6 тонн общего веса, потом есть 7,5 тонн общего веса, 8 тонн общего веса. Это одна такая линейка, потом вторая. У них какие-то обозначения есть, как их называются? Нет, ну, они только D-75 или D-80 или D-60. А вот потом вторая линия, она, это грузовики, которые имеют 9 тонн общего веса и 10 тонн общего веса. А третья, последняя, это 11 тонн и 12 тонн. Угу. Мы продвигались вместе с нашей матерской компанией. Угу. Значит, они сейчас подготавливают модели, которые, которые начинаются, которые будут с двигателем Евро-4, потому что пока у них только есть двигатель Евро-3. Угу. Только так, только когда они будут готовы, мы бы хотели попробовать сделать это одобрение транспортного типа для грузовиков нашей матерской компании. А вот они производят еще автобусы и производят грузовики, которые начинаются с 16 тонн общего веса до 50 тонн общего веса. Потом, конечно, как концерн, мы сможем, ну, там, предлагать больше, ну, занять такой более крупный сегмент в грузовиках. Так, шестидесятки, 75 и 90, да? Да. Какой там стоит? Какие двигатели, какие коробки? Так, вот двигатели у нас один и тот же самый двигатель используется для всех. На всех трех? Да, на всех трех. Камин сегодня 170, это четырехцилиндровый двигатель, который имеет 170 лошадных сил и крутящий момент, имеется там 600 ньютон-метров. Довольно такой удобный двигатель для категории. Бодренький, я бы сказал, даже, да. Коробка передач, она от ZF, шестискоростная. Ну, то есть в ряд один, два, три, четыре, пять, шесть. Да, да, вот так. Ну, что касается кабины, так у нас есть вот эта нормальная кабина, потом есть еще спальная кабина. Со спальником даже, да? Да, есть спальная. И сейчас мы подготавливаем еще экипаж, ну, или как сказать, вот это, что там, вот экипаж еще садится. А, то есть грузопассажирский. Да. То есть помимо ряда сидений добавляется еще один ряд сидений. Да, да, да. В будке сидят люди, а дальше идет шасси, да? Да, да. Кузов. Ну, там либо кузов, либо что-то. А, кстати, эти автомобили, вот назовем их самый легкий сегмент, да, правильно? Да, средний. Ну, из ваших, из вами производимых, самый легкий. Да, да. Они для чего? То есть кто потребитель? Что будут ставить туда? Вот потребители сегодня являются больше всего муниципалей, строительной компанией, или развоз товара по городам или на короткую дистанцию. Там, если посмотрите на наших сайтах, зрители, они посмотрят на наших сайтах, там можно увидеть, что нет никаких ограничений, какие настройки там можно построить или монтировать на наши шасси. То есть может быть самосвал? Там самосвалы делаются, грузоподъемники или фургоны, потом специальные настройки. Пожарные машины. Пожарные машины имеются, там уборка снега, вот все есть почти. Вот этот пылесос, например. Вот эта спальня кабинная, да. Да, но что-то непередаваемое азиатское есть в форме кабины, в очертаниях. Вот это нет, это более старая модель, правильно я понимаю? Ну это модель Ашуколейланд. Это тоже Ашуколейланд. То есть это не ваша? Это матерская компания. Понятно. Очень мало, вот это ваше, я понимаю. Это наш, да. Когда мы искали фотоматериал, очень сложно было найти. Очень сложно. А вы уже вот в этом качестве существуете как давно? Сколько лет получается? Вот в качестве этого грузовика. Производителя вот этого грузовика, да. Ну там он начал производиться в 2000 году. То есть получается уже 10 лет? Ну конечно, но поддержка на рынке, она только начала с приходом с сегодняшней матерской компании, потому что до тех пор они так переживали. Понятно. Ну надо заниматься пиаром, ребята. Нужно сейчас же такое время, нужно рассказывать о себе. Ну для этого я пришел сегодня. Надо делать видео, надо организовывать пробеги. Давайте организуем пробег. Наш канал с удовольствием примкнет, примет участие и снимет эту историю. Так, хорошо, значит мы с самым легким из ваших сегментов разобрались, да? Если можно, я прошу редактуру нашу вернуть машину, вот эту забавную желтую, похожую на баги, которая с рамой повсюду. Хочется понять, что это за автомобиль такой. Вот это, что это такое? Да, это специал, это гоночная, которая, есть такая команда, они называются авиафютеры. Вот, что используется на этом специале, это наша кабина, конечно. Это авиафютеры, которые, сейчас не знаю, как правильно на русском, но все колеса, они двигаются. Полноприводные. Полноприводные. Значит, там задний мост наш, передний там специальный сделан. А вот двигатель тоже, это двигатель не Каминс, а еще до 2002 года, думаю, 3-го, производились собственные двигатели авиа. Вот в том, где тут находится. Это беговая машина, которая состязает на трактореал. А вот этот мужчина, я ему так рекламу могу сделать, потому что он в 2007 году был чемпионом в Европе по трактореалу на этом мужчине. Молодец. У нас есть звонок от телезрителей, давайте пообщаемся. Добрый вечер, слушаю вас. Алло, добрый вечер, Владимир. Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Макаров, Москва. Владимир, у меня к вашему гостю такой вопрос. Не планируется ли его концерном вывод на российский рынок каких-то легких грузовиков, типа Газель, может быть даже мельче, типа небезызвестных Каблучков? Почему такая тенденция идет от среднетоннажных и выше? Это с чем-то связано или нет? Но это исторический, я так понимаю, профиль. Спасибо, спасибо за звонок. А с чем действительно связано? Да, вот это правильный вопрос, потому что исторически авиа, когда вот эти модели производились, они в том же сегменте где-то 3,5 тонна до 6-7,5 тонна производились. А вот владелец Дэйву, когда пришел, было такое стратегическое направление, чтобы вот это, например, вот эта полицейская была. Верните старенькую полицейскую машинку, посмотрим. Это полицейская, это называлось авиафургон, который был 3,5 общего веса. А вот владелец Дэйву, когда он там был в нашей компании, было такое направление, чтобы авиа производила этих средних грузовиков. А в то же время производились Дэйву Лублин, в Польше они производились. А эти машины, они вот этот сегмент занимали, как сегодня имеется, например, Газел. Ну, конечно, такое количество таких грузовиков в этом сегменте продается гораздо, гораздо больше, чем... Ну, так, может быть, действительно наш слушатель прав, может быть, вам стоит, ну, не то, чтобы перепрофилироваться совсем, но сделать какое-то... Я не могу ничего обещать сегодня, но вот наша матерская компания, она вступила в joint venture, это уже в 2007 году. С кем? С Ниссан, она вступила, а вот они будут производить вот этих грузовиков где-то с 3,5 до 6 тонн общего веса. Но есть такое стратегическое направление, чтобы весь концерн мог предоставить грузовики, начиная с 3,5, оканчивая где-то в 50 тонн общего веса. А кто, а давайте подумаем, есть, есть кто-нибудь из производителей, который покрывает вообще весь сегмент, начиная от, от, ну, то, что мы называем каблучком, это аналог, аналог Peugeot Partner, аналог Caddy. Я думаю, что... И до, и до, вот кто, кто из западных производителей покрывает весь сегмент? Сегодня у них есть спринтер. Да. Да. А вот, ну, это почти все, потому что MAN, он оканчивается в нашем сегменте. Угу. Может быть, еще группа Fiat вместе с Iveco? Может быть, да. Может быть, да. По-моему... Ну, вот смотрите, получается, не так, что много конкурентов. Вот, действительно, стоит, наверное, есть смысл вот эти закрывать сегменты, чтобы, да, ну, приручить человека к марке, приручить потребителя к марке, к бренду. И пусть все знают, что вот мы берем авиа, значит, это хорошая машина. И он начинает вот тут-ду-ду-ду-ду-ду. И более тяжелые собираетесь выпускать, сидельные тягачи? Вот, они производятся. Ашук-Эланд производятся сегодня. Там, если мы по продаже на российском рынке, мы сейчас ведем переговоры с Иблией вместе, а потом будут предоставляться эти более тяжелые из нашей матерской компании, а вот эти средние из нашей компании. То есть, в принципе, есть потенциал? Есть потенциал, да. Вопрос просто, да. Вот этого нам надо обсудить все и посмотреть, потому что тоже была какая-то статья в газете, которая поговорила, там была отметка, что мы раздумываем о сборочной в Российской Федерации. Конечно, раздумываем, потому что сегодня пошлина довольно такая высокая в России является. Чтобы это немножко понизить, ну, раздумываем, какое-то производство здесь создать. Я понимаю. Конечно, там надо, если мы только с этим средним сегментом пойдем, так вот там невыгодно для наших партнеров, потому что там будет производство сотня в год. А вот каждый, кто хочет в партнерство сегодня войти, им надо предоставить чего-то, что обеспечит производство в тысячу, в тысячу в год. Значит, у нас, если есть сборочную, тогда нам надо серьезно обсудить вопрос, если самостоятельно или вместе с матерской компанией идти. Хорошо, мы с вами разобрались с самыми легкими из ваших трех линейок, да? Теперь поговорим о средней линейке. Как они называются? Опять, все названия, они Авиа, Д-90, Д-100, Авиа, Д-110 и Д-120. То есть четыре модификации? Если я правильно посчитаю, тогда пять я посчитал. Шесть тонн, семь с половиной, восемь тонн, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вы посчитали сразу еще два сегмента? Да. Еще две линейки? А, да. Я хотел разделить на три. Те, которые самые легкие из вас, средние, средние заканчиваются... Ну, это девять, девять и десять, две модификации. Чем они, чем они, они должны, естественно, чем-то отличаться от легких модификаций, да? Есть там немножко посильнее рама, рамка, производится с более посильней, сильнейшей стали. Конечно, система тормозов, она делается тоже посильнее, система управления немножко посильнее. А вот что касается вида, кабины и все остальные, внешние там, они похожи на себя. Ну, наверное, да, это стиль, правильно? Должен быть стиль. У каждого бренда должен быть стиль. Хорошо, двигатель остается те же самые, да? То есть, соответственно, она уже не так бодро бегает, как те, которые полегче. Ну, говорится вот так, что для каждой тонны было бы удобно, чтобы имелось двадцати лошадных сил сегодня. И мощность какая получается? Ну, получается... Двигатель такой же и мощностью всех трех. Да, сто семь, сто семьдесят лошадных сил. Значит, ну, крутящий момент, он довольно так высокий, поэтому никаких препятствий сегодня у нас с этими двигателями нет. Ну, отлично. Еще один звонок у нас. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос вот по поводу машин. Меня интересуют машины. У нас сейчас вот машины такие идут, продаются. И Судзу, Бау, Феникс. Вот. Из Авиа что-нибудь на базе вот этого есть такой машина? Меня интересует по длине, чтобы шестиметровая. Тоннаж в пределах четырех тонн. И сколько она будет стоить? И Судзу вы какие имеете в виду? И Судзу, вот, по-моему, HQ71 она идет там как-то. Соли русские, да? Ну, И Судзу, да, есть. У нас машины продаются, они такие по России полно. Вот. Мне интересует, на базе Авиа что-нибудь подобное есть из этих машин? Да, расход какой, какие эти расходы нашего шоссе. Вот по расходам наших шоссе можно посмотреть на сайтах. Есть такой стандартный размер, который где-то 6,1 метра, если я правильно этого помню. А еще есть у нас по длине, есть покороче, там имеется 6 или 7 видов этого расхода наших грузовиков сегодня. Что касается цены, вот эта цена, она, конечно, будет зависеть от того, что в грузовике находится. Но по-среднему, чтобы я так чего-то ответил, по-среднему, средняя цена где-то около 60 тысяч долларов на окончательного заказчика без настройки будет. А эта цена уже здесь после выплат всех таможенных? Да. Ага, угу, угу. Я понял вас, я понял вас. Вопрос из Архангельска. Будут ли представлены полноприводные модели и когда начнутся продажи? Извиняю, что это полноприводные. Это когда внедорожные, когда на все колеса подается в крутящий момент. Да, да. Вот что это специально. Как-то машина, она была сделана специально. А у вас базовые модели будут? Да. Сегодня мы этого делаем с нашим партнером. Он добавляет эти специальные передние мосты. Угу. Но у нас сейчас идет проект, который должен быть окончен где-то летом или осенью. И потом мы будем из нашего производства выпускать модели с этими. Угу. Ты же будешь сами делать уже? Ну, будет, мы их будем покупать. Угу. Ну, окончательно, но и производство. Покупать и доделывать? Да, и доделывать, да. То есть, а потом, потом, если вы в конце концов решите, что было производство здесь, в России, будете разбирать, привозить сюда, и здесь будем опять собирать. Получается такая история, нет? Нет, вот, там имеются какие-то, вот, так сказать, системы, может быть, что не все мы будем привозить из нашей страны. Сейчас вопрос по двигателю, можно было бы покупать здесь, вот, на российском рынке. Ну, посмотрим, сейчас... Тот же, тот же самый двигатель, который, который, вот, ваши американские, можно покупать у нас, естественно, КамАЗе, да, получается? Есть одна из возможностей, да. Да, это... Хорошо, я понял. Какова мощность сейчас? Сколько, сколько грузовиков производится в год? Сегодня мы где-то 300 в прошлом году производили грузовиков. Перед этим 500, перед этим 700. Вот, кризис нас коснулся, слишком, так, ну, довольно высоко, мы понизили эту нашу продукцию. Вы увольняли людей или что? То есть, каким образом вы держались на плаву? Вот, конечно, поддержка была из нашей матерской компании, но все-таки нам надо было понизить количество наших работников. А потом немножко понизить наши расходы. А вот есть... Расходы, что вы имеете в виду? Расходы или косты, как сказать, ну, что, когда деньги платить за услуги, за... А, я понял, да. Ну, я понял, да. Вот это все сделалось, но все-таки есть такая философия в нашей компании, в группе, в компании, где владеет Индужа Групп, что инвестиции для будущего, то их надо во все времена делать. А вот, например, что касается, когда мы разговаривали, российского рынка, мы думаем, это инвестиции для будущего. Вопрос... Вопрос, вернее, такой комментарий с вопросом. Из Пермского края, то есть, далеко очень отсюда. Держат для коммерческой деятельности Авиа-21. Для своего времени была отличная машина. Жаль, что сейчас нет ничего подобного. А не планируете ли выпуск автобусов? Виктор задает вопрос. Так, автобусы мы сегодня... Вначале давайте по поводу Авиа-21, что-нибудь подобного. Ну, 21, это, как мы разговаривали сначала, то есть тот сегмент, который у нас сегодня не занят. Который сейчас не занят. Не занят. Фактически мы уже ответили на этот вопрос. Это, может быть, если там удастся, чего-то получится из этого joint venture с Nissan, который... Возможно, просто телезритель подсоединился позже, поэтому специально объяснил Виктору. Да, ну, ответили, по-моему. Он, может, не слышал этого ответа, да? Да, хорошо. Значит, Томаш сказал, что я не хочу вас обманывать, но вполне возможно, что очень скоро появится. Потому что есть ряд причин, да? Не будем сейчас более подробно на этот вопрос отвечать, да? Хорошо. По поводу автобусов. По поводу автобусов мы сегодня так хотим войти в сотрудничество с каким-то производителем автобусов. А вот так, чтобы мы самостоятельно производили, у нас опыта вообще исторически нет. Но с время от времени появляются компании, которые хотят производить автобусов, и у нас есть такой спрос на автобусные шасси. А вот может быть, что через некоторое время мы войдем в сотрудничество с кем-то, кто будет производить автобусов на базе наших шасси. А вот есть один производитель в Чехии, который сделал прототип автобуса на базе нашего шасси. Один в категории евро-3, один в категории евро-4. Значит, два автобуса на базе наших шасси были произведены, а он сейчас пробует войти на рынок с этими автобусами. Кто сейчас является самым активным потребителем вашего продукта? То есть куда вы больше всего продаете? Конечно, на домашнем рынке мы продаем самое большое количество. Надо так откровенно сказать, что когда я пришел в компанию авиа, это было в 2006 году, так доля нашего, наша рыночная доля, доля на рынке составляла в нашем сегменте где-то около 6-8%. Сейчас мы поднялись и уже на домашнем рынке имеем долю более 20% за первые три месяца. То есть вам удается вытеснять уже известных вам конкурентов, да? Да. Причем серьезные фирмы, серьезные бренды за счет чего? У вас какое-то льготное налогообложение или что? Нет, нет, ну вот когда зрители или покупчики посмотрят, вот наш грузовик, там имеются какие-то преимущества. Вот, как я сказал, эти гарантии, качественная продукция, потом дизельная, консумпция дизела, или как сказать на русском. Не знаю, что такое консумпция. Да, вот эти, ну дизель, когда ходит, ну количество дизела потребуется на 100 километров. Топливо, а, солярка, солярка. То есть количество дизельного топлива. Да, только на 100 километров. То есть у вас более экономичные модели. Более, более экономичные модели. Потом, так, довольно такой крепкий грузовик является вот эта рама, она такая довольно крепкая. Да, конечно, перегружать сегодня официально нельзя, но когда с нашим грузовиком кто-то этого сделает, то наша рама и все эти компоненты выдержат этого. Значит, сегодня пробег такой на наших грузовиках, которые с этим двигателем Каминс, там 500 тысяч километров в нашей стране они бегают без... Полмиллиона. Полмиллиона и некоторые еще больше, без никаких вот этих проблем. Значит, у нас возвращаются те покупчики, которые были у Ави в тогдашние времена. Потом по запасным частям мы немножко подешевле, конечно, чем наши конкуренты. И вот эти сервисные, как сказать, рейты, сколько в час платить по стоимость ремонта. В сервисном обслуживании тоже гораздо пониже, чем у наших конкурентов. А какие интервалы между сервисными вот этими обслуживаниями? Сегодня 50 тысяч километров. Хорошо, с внутренним рынком мы определились, куда еще? Ну, Словакия наверняка, да? Словакия, там тоже увеличиваем долю с нашего рынка, где-то около 10% мы сегодня находимся. Вот в прошлом году попробовали, ну, не попробовали, вошли на венгерский рынок. Так что мы создали сеть шести дилеров и восьми сервисных пунктов. Там с начала года мы успели семь демонстративных грузовиков продать. А еще сейчас уже появились какие-то заказы по новым грузовикам, которые напрямую на заказчики пойдут. Довольно так продаем несколько грузовиков в Румынию тоже. Сейчас мы начинаем в Болгарии, у нас представитель начал только работать. Страны Варшавского договора. Ну, конечно, наша марка самая известная, потому что наша стратегия сначала быть в такой довольно хорошей позиции, там, где наш бренд был известен. Да, да, тем более они же ближе, по большому счету, им тоже выгоднее покупать у вас. Вот так интересно, например, когда мы подписывались с одним из наших дилеров договор по сервисному обслуживанию. Вот там этот человек, который директором сервиса является, он говорил, что у него опыт с нашим грузовиком есть, но с этим старым, потому что он был водителем такого грузовика в прошлые времена. А дилерские центры, которые вы будете открывать здесь в России, они будут специализированы, то есть только ваш бренд, или они с кем-то будут объединены? Нет, этого мы так не спрашиваем. Мы позволяем, чтобы нам не мешает, если кто-то продает тоже остальные бренды. Есть дилеры, которые продают, например, грузовики Hyundai и Suzui, они начнут продавать сегодня грузовик авиа. Потом один из наших дилеров продает тягачей этих фордов. Значит, сегодня есть и такой тренд, по-моему, чтобы были эти независимые дилеры, чтобы они имели как мультибренд, чтобы там было несколько брендов. Ну, сейчас такое время, так проще выжить. Мне интересует вот такой момент. Вопрос, может быть, немножечко не очень автомобильный. Я хочу понять, сколько человек... Вы уже открыли представительство в России, да? Да, да, да. Сколько сотрудников там? Сегодня один сотрудник там занимается развитием. То есть он начальник, он же и секретарь, и он же... Нет, нет, нет. Ну, там мы по кооперации... Потому что наше представительство находится в Чайском доме, а вот эти некоторые услуги там можно взять, вот, как сказать, сервис, экстерний сервис. Ну, я понял, да. Экстерний сервис там можно заказать. То есть пока большого представительства там с начальником PR службы, с начальником маркетингового отдела, пока этого еще нет. Нет, вы, когда мы встретимся завтра на выставке, что касается PR и маркетинга, там будет один человек, который начал в нашей компании работать только с января этого года. И он потом тоже по всем рынкам, центрально планирует эти PR и все это делать. Вот у нас начнется через некоторое время какая-то маркетинговая кампания. Мы хотели отпечатать рекламу в этих автомобильных журналах. Сейчас мы находимся на этой выставке. Потом, конечно, хотим сделать, как называется, роуд-шоу, чтобы в тех городах, где наши дилеры будут, чтобы мы там пришли с нашим грузовиком. А вот призвали интересных покупателей, показали им, или потенциальных покупателей, и показали им нам наш грузовик. Я понял. Когда уже появятся грузовики у нас здесь, чтобы можно было взять на тест-драйв, чтобы могли нашим телезрителям рассказать? Я сейчас вот этого так обязать и ответить не могу. Нам договоримся на этой выставке, потому что там надо раздумать нам через российскую таможню, и там вот эти вопросы решить, как после того тест-драйва он окончательно окончится у кого-то из дилеров, который возьмет его и продает. Ну да, так обычно и бывает, да. Но я хотел перед этим, как будут, чего-то обещать, чтобы я поразговаривал с ними. В принципе, это скоро ожидается, как я понимаю. Да, ну так только на прошлой неделе мы подписали первые четыре дилерские договора. Я думаю, что вот предложение такого типа, которое у вас есть, ну, нас интересует, конечно. Тяжело было получать документы сертификационные? Не придерживали, да, как потенциального конкурента? Ну, вот так у нас мы использовали услуг одного из консультатов, которые имеют опыт, как этого сделать. Потому что для нас российский рынок является новым рынком, и у никого такого опыта, как пройти через эти все схемы, все организации, у нас опыта напрямую нет. Ну, то есть, понятно, что вся продукция сертифицирована, если же вы приходите на рынок, соответственно, уже есть на все. На все про все. А интересно, что сложнее, получить сертификат здесь или там у вас дома? Так, вот эти сертификаты, которые предоставляются здесь в России, они используют некоторые сертификаты, которые выпускаются в нашей стране. Ну, как сказать, там, если у нас новый грузовик выпускается, как это домашнее производство и все это, там надо пройти сертификаты всех компонентов. И это довольно такой сложный и длинный процесс. Ну, то есть, в принципе, подводя итог, можно сказать, что вы абсолютно точно рассчитали время, когда нужно приходить на наш рынок. Вы абсолютно четко просчитали потенциального покупателя, каким он будет, кто он будет. Более того, вы, в отличие от многих производителей, которые приходят с новым продуктом, вы уже четко называете цену. То есть, наша машина будет стоить столько-столько-то. Это хорошо, это плюс. Я очень надеюсь на то, что все у вас сложится хорошо. Более того, я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем взять по очереди из каждого сегмента ваши грузовики, протестировать и сказать нашим телезрителям, что это такое. Потому что, судя по вопросам, интерес есть. Интерес есть. И потом все-таки у нас, у людей, которые родились в те времена, остался вот такой вот патриотизм. Радует. Да, потому что это привычный бренд. Спасибо большое за то, что пришли. Спасибо за приглашение. И спокойной ночи. Спокойной ночи. Это программа «Попучи», гость студии. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова